Поддержка программы «Особое мнение. Кировский кирпичный завод». Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надёжные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнёр на пути к вашей цели. Киров. Луганская, 59. Телефон 761-500. Особое мнение на 101FM 13.06 в Кирове. Начинается программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько. Своё особое мнение сегодня высказывает член регионального штаба ОНФ, руководитель рабочей группы по контролю за ремонтом дорог Константин Сичихин. Константин, добрый день. Добрый день. Про дороги сегодня речь тоже пойдёт. Но начать я бы хотела с сегодняшней новости. Мы активно обсуждали эту тему в дневном развороте. Заключается она в следующем. С пиктирующими жителями Осенцов, которые пиктируют против строительства полигона в Осенцах. Завтра встретится Максим Кочетков, заместитель председателя правительства и министр охраны окружающей среды Алла Албегова. Завтра они будут встречаться с жителями и, вероятно, попытаются достичь какого-то консенсуса или разъяснить о том, почему нужно строить и как будет построен этот полигон. Мы спрашивали наших слушателей, что, собственно, должны предъявить власти жителям, чтобы они поверили, что полигон будет построен с соблюдением всех норм и эксплуатироваться будет так, и согласились на это строительство. Потому что уже больше года жители выступают против. По моему мнению, на сегодняшний день должна быть, во-первых, изменена полностью концепция. Концепция та, которая была раньше. Почему? Потому что нам раньше, во-первых, постоянно говорили, что будет сначала полигон, а потом когда-то мы построим либо завод по сортировке, либо завод по переработке. Во-первых, надо концепцию менять, начинать с конца, переходить уже только потом на полигон. Сначала, извольте, построите завод, потом строите уже полигон. Почему? Потому что сначала давайте мы будем это все перерабатывать, а потом мы будем это все складировать. Тогда можно хоть как-то убедить граждан, что здесь будет экологически все правильно. На сегодняшний день та концепция, которая есть, она устарела. Время идет, надо предлагать новые технологии, надо предлагать новые возможности, которые дают сейчас и новые технологии, во-первых. Посмотрим, если завтра Максим Николаевич собирается, может он презентовать новую концепцию для граждан, может еще что-либо. Мне, конечно, это неизвестно, но вот мое мнение на сегодняшний день, что та дорога, которая была сделана ранее, она была сделана неправильно. И те собственники, которые ранее предприятием САХ выдвигали, что давайте сначала мы этот полигон построим, а вот у нас есть участочек рядом, где когда-то там будет сортировка. Надо вот сначала участочек рядом поставить сортировку с мусоропереработкой, а потом уже говорить о полигоне. Но это не снимает вопроса о том, что у нас негде складировать сейчас мусор, поскольку свалка в Костин должна была быть закрыта уже несколько лет назад. Ну да, это, конечно, вопрос не снимает на сегодняшний день. И осенцы это не стопроцентный выход из данной ситуации, только по той причине, что удаленность от города приличная. Значит, это упадет, во-первых, и в тариф, в тариф для жителей города Кирова. Во-вторых, это, ну, и дорога на Слободской, она и так с повышенным трафиком движения, да, она федеральная, тем более сейчас трасса. А давайте еще там мусоровозы начнут ездить по федеральной трассе. Это система Платон сразу включается в данный момент, значит, тариф еще выше станет, да. И там очень много, больше минусов, чем плюсов на сегодняшний день. Как вы считаете, завтра удастся с жителями договориться? Ну, по моему мнению, нет. Жители там в Ахруши настроены очень серьезно, им не интересует ничего на сегодняшний день, да. Да, не полигон, не мусоросортировка. Не готовы договариваться. Они не готовы договариваться. Нет, есть разумные, как говорится, которые понимают, что в данной ситуации даже при, в данном раскладе, можно ликвидировать еще и ту незаконную, можно сказать, свалку в Ахрушах, которая у них там постоянно либо горит, либо еще что-то с ней, ее можно рекультивацию произвести, да. Но это не выход. Это все равно не выход в данной ситуации перекладывать все объемы города Кирова на полигон Осенцы. Если бы это был какой-то перевалочный полигон, либо это полигон был Слободского района и района Коминтерна, например, города Кирова, да, то за рекой, это еще какой-то выход. Но это не полигон всего города Кирова на сегодняшний день. Это особое мнение Константина Сичихина, члена регионального штаба УНФ, руководителя рабочей группы по контролю за ремонтом дорог. И у вас, слушатели, есть возможность задать Константину свои вопросы на сайте ehockero.ru в разделе анонсы. Я буду проверять приходящие вопросы в течение этого эфира и озвучивать их. Сейчас бы я хотела перекинуть мостик на эфир, который состоялся на прошлой неделе. И связан он был с темой ливневок. И тут мы видим, что приходят очень тревожные новости со всех уголков страны, но особенно вопиющий такой пример. Это залитый дождем Благовещенск, где тоже говорят о том, что система ливневой канализации совершенно не справляется ни с осадками, которые дарит нам природа, ни с теми химикатами, которые рассыпаются, ну и песком, который рассыпается зимой. Ну и если, собственно, мы посмотрим, в поисковике наберем элементарно два слова, там ливневки и проблема, мы увидим практически все города Российской Федерации, и Нижний Новгород, наш ближайший сосед, и любые другие города, где все говорят ливневки, не справляются с потоками после дождя. Мы на прошлой неделе с вами говорили о том, что необходимо создавать схему, во-первых, и вычислили, что эта схема очень дорогостоящая, и вы, Константин, говорили, что нужно подождать и посмотреть, например, других городов, приводили Екатеринбург. Что-нибудь за неделю изменилось? Обсуждение продолжалось дальше? Какие-то решения приняты были? Ну, вот смотрите, во-первых, если мы говорим, что в стране все плохо с ледневками, так это в основном все города, которым за лет за 80, за 100, это все города, которые были построены уже до Великой Отечественной войны, да, все города, старые города, только потому что, например, в Кире и Чапецке нет такой большой проблемы, так как свежий город Слободсков, например, есть эта проблема, в городе Кире есть, потому что никто раньше не занимался практически ливневыми канализациями, особенно начиная с 90-х, никто ливневыми канализациями даже совсем не думал этим заниматься, да, вот, и есть ли на сегодняшний день какие-то положительные нотки с Екатеринбурга? Нет, нету, по сути, да, у них тоже до сих пор там нет, как говорится, точного понимания, как эта схема будет выглядеть. Чиновники говорят, что эта схема им пригодится, общественники говорят, что от этой схемы толку нет. И как это будет в итоге, покажет, конечно, время. Почему? Потому что мы также сейчас на сегодняшний день, вот на той неделе с вами обсуждали, и заявляем, что от этой схемы толку не будет для города Кирова, только по той причине, что это просто схема. Вы вообще выяснили, что схему за 7-8 миллионов сделать нереально, если следовать всем правилам? Да, если следовать всем правилам, если эту схему сделать в рамках проекта стадии ИП, то это, во-первых, не 7-8 миллионов, и потом ее впоследствии можно уже будет использовать для проектирования, и впоследствии отсмечивать данный проект. Но при этом надо понимать, что эти деньги, они придут, например, через год, через два, чтобы потом этот проект с этой сметой не полежали еще лет пять, в итоге цена образования изменяется, ситуация меняется, новые материалы появляются, и в итоге мы с вами опять начинаем вкладывать там 20-30 миллионов рублей. Вот это один из таких примеров, который сейчас город Кирово-Чапецк проекта на объездную дорогу делает, ну, на уширение дорожной дороги в городе Кирово-Чапецке, чтобы улучшить поток транспорта в сторону Зуевки. Вот, порядка там 20-ти с чем-то миллионов, а стоимость этих работ, ну, приблизительно, это еще официально не объявлено, но приблизительно порядка 800 миллионов нам будет потратить. Вот этот вопрос мы как раз 15-го числа на рабочей группы при общественном палате будем с администрацией Кирово-Чапецка обсуждать, а как они видят дальше после данного проекта, когда проект будет сделан, как они видят, откуда деньги возьмутся, как он будет реализовываться от проекта. Есть программа БКД, безопасные и качественные дороги, но я не думаю, что из этой программы им сейчас возьмут и 800, там даже 500 миллионов дадут, да. Есть Кирово-Чапецк как моногород на сегодняшний день, да, но я тоже не думаю, что федеральный бюджет решится там на такие колоссальные вложения, да, а это колоссальное вложение. Так, может быть, надо было как-то по-другому подумать. Вот сейчас мы этот вопрос глубоко изучаем, этот проект, именно техническое задание этого проекта изучаем. И 15 числа будем с администрацией Кирово-Чапецка обсуждать этот вопрос, как они видят дальше реализацию данного проекта, после того, как проект будет сдан заказчику той проектной организации, которая выиграла конкурс. Вы будете обсуждать как руководителя рабочей группы по контролю за ремонтом дорог, или как член региональной школы? Нет, как член общественной палаты, так как являюсь руководителем рабочей группы при общественной палате. Этот вопрос мы будем поднимать в рамках общественной палаты и в рамках рабочей группы. Нас потому что очень сильно интересует на сегодняшний день, как будет дальнейшая реализация данного проекта, куда будут потрачены 24 миллиона рублей только на проектирование, порядка 20 миллионов на проектирование. То есть я понимаю, почему вы связали вопрос ливневок с вопросом строительства объездной дороги в Кирово-Чапецке, потому что не первый раз мы сталкиваемся с такой ситуацией, когда вложены очень немаленькие средства, проекты или схемы, и дальше ничего не происходит. А дальше это все лежит на полочке и хорошо пылится. И дальше мы с вами видим, проходит лет 5, а мир не стоит на месте, он не ждет, ценообразование меняется на сегодняшний день. И потом даже дорога обход города Кирово на сегодняшний день, если он был там несколько миллиардов, то спустя год он еще увеличился на 15-20%. Сейчас на сегодняшний день пересматривается, уже сами понимаете, из дороги первого класса говорят, да хотя бы давайте за те деньги еще тогда сделаем дорогу третьего класса, без пяти проводов, без развязок, а просто в две полосы. Надо это делать здесь сейчас. Если есть финансирование, давайте делать проектирование. Если нет финансирования, так смысл от этого всего? Зачем тратить или ждать кого-то надо планировать? Если есть финансирование на весь проект, имеете в виду, вместе со строительством? Конечно, если есть договоренность, например, с федеральным бюджетом, со финансированием с местным бюджетом, то там, например, на 2019 год все договорились, как говорится, подписали какое-то соглашение, делаем проектирование, и потом уже понимаем, на что мы будем реализовывать эти проекты. Правильно ли я вас поняла, что сейчас ваша задача и ваша позиция как активистов и в том и в другом случае, и в Ливневке, и объездная по дороге в Кирово-Чепецке, остановить принятие решений по выделению средств на проектирование без каких-то гарантий на финансирование дальнейших строительных работ? Конечно, это основная из моментов, когда у нас, по сути, должно быть понимание, на что мы будем дальше строить, а не только проектировать. Проектировать мы можем все, что угодно, хоть весь город Киров запроектировать и сделать город-сад из него в рамках визуализации, 3D-моделирования и много-много чего. Но в итоге на какие средства это все возводить и делать, это другой вопрос. И мечтать не вредно, но надо жить в реальности. Но тут возникает еще одна проблема, и эта проблема очень ярко обозначилась, когда вступила в действие программа по благоустройству среды, городской среды, потому что, как вы помните, вдруг внезапно объявили, что программа запущена, вдруг внезапно обозначили гигантскую сумму денег, которая выделяется на регионы, но основным условием было тут же немедленно на месте в течение нескольких дней предъявить как раз проекты. И проблема состояла в том, что там проектов не было. И так по всем практически федеральным программам. Вы можете попытаться поучаствовать в федеральной программе, но только если у вас есть на руках уже проект. И тут об этом говорили очень многие специалисты, и правительство областного, и городского. Мы не успеваем зайти в эти программы, потому что у нас нет проектов. Ну, как бы у нас всегда на что-то имеются проекты на сегодняшний день. Даже вот вы говорите по городскую среду, да, так почему-то другие регионы, у них уже были проекты в то время, да, и они спокойно зашли. Есть примеры хорошие по регионам, когда у них уже были проекты по дворам, уже было проведено голосование, и они спокойно зашли. А мы, как обычно, пытались в последний вагончик заскочить. И говорили, что у нас, и особенно администрация города говорила, что у них этого нету, этого нету. Здесь они не в курсе были, там им информацию не дали. Вот почему такая ситуация сложилась, мы обсудим после короткого перерыва. Хорошо. Особое мнение на 101FM Мы до перерыва обозначили проблему, что город бывает не готов к федеральным программам, потому что нет проектирования, там заранее, да, какого-то запланированного проектирования, которое вовремя позволило бы подать документы на участие в этих федеральных программах. И я спросила, а почему складывается такая ситуация? Ну, по моему мнению, во-первых, любая федеральная программа, она не верстается в один месяц, в один день, в один час. Но что касается программы по благоустройству городской среды, было ощущение, что она была вот в мгновение ока принята. Они еще говорили уже в 2016 году, об этой программе говорили, если кто смотрит СМИ, читает и интересуется, еще в конце 2016 года об этом велась речь. В 2015, наверное. В 2016 году она уже вступила в действие. Ну да, в 2015 еще речь была, как бы в 2015 были предпосылки, в 2016 она вступила в действие, и в 2017 она грубо заработала эта программа в Кировской области. И на данный момент, и по моему личному мнению, что надо было, по крайней мере, городской администрации не ждать, что вот здесь сейчас, мы же всегда, и как бы город всегда ждет, вот будут деньги, не будут деньги, получится, не получится, да. А работать с населением, и разговаривать с гражданами, они начали уже очень-очень поздно, да. И в то время, когда они это начали делать, понятно, никакие проекты, тут и о проектах и речи не могло бы быть, да. Сделали только дефектные ведомости, сделали визуализацию в виде схемы двора, как он может выглядеть после ремонта, да, и как он будет выглядеть. И с этими документами попытались пойти по дворам, и разговаривать с гражданами, согласовывать с их мнением, да. И это все приходилось очень делать быстро, потому что я и сам не раз бывал на этих собраниях, и очень трудно специалистам, а у нас в домах живут и специалисты со строительными образованиями, очень трудно им объяснять, а почему нет проекта на сегодняшний день. И вот я наблюдал, как администрация в данной ситуации, да, она пытается свинить на всех, ну, кроме себя, что не мы в этом ситуации были виноваты, да. Ну, по моему мнению, виноваты прежде всего те, кто за это отвечает, а это городская администрация города Кирова. Ну, этот проект беспрецедентный, раньше такого проекта не было, поэтому, собственно, и не было ни возможности, видимо, ни необходимости проектирования дворов нового. У нас же всегда, пока тренд федеральный не задан, ничего не происходит на местах. Так мы потому что и не пытаемся, на данный момент начать что-то делать в рамках этих же дворовых территорий, когда-либо сами граждане не соберутся, на собрание не решат, что из общей нужды, как говорится, выделят деньги и не будут делать, то город-то сам не пошевелится никогда, чтобы взять тренд и начать этот тренд вести. То есть самим принять решение и самим инициировать... Конечно, об этом же не зря же в эти выходные президент находился в Кирове, и он рассказывал, что тренд-то как раз, что муниципалитет сам должен побуждать граждан, и чтобы они софинансировали еще каким-то образом, что общество, муниципалитет должен побуждать общество работать в этом направлении, и были хорошие примеры с других регионов, когда я помню программу 50 на 50, один из мэров рассказывал, что они сами захотели, сами эту программу разработали и сами пошли в народ и начали их побуждать. В Ижевске сейчас на данный момент тоже активно идет работа с дворовыми территориями, и в то, вот эта даже программа 50 на 50, никто же не ждал федеральную программу, что она вот завтра придет и деньги откуда-то упадут. Но справедливости ради все-таки нужно сказать, Константин, что нас спасла в этом случае программа ППМИ, поддержки местных инициатив, все-таки не совсем голыми мы были. Да, не совсем голыми, тренд был в свое время в городе Кирове, ну как бы начали, в регионе вообще, да, я сам помню, как эта трудная программа развивалась поначалу в рамках ППМИ, да, но она есть, она работает, и особенно активно она работает в районах Кировской области, потому что граждане поверили в эту программу в свое время. Хотя поначалу никто не хотел ни скидываться, никаким образом, ни софинансирование, предприниматели не хотели участвовать, но есть тренд, и видя, что программа работает, почему же не участвовать. А что происходит сейчас с программой по благоустройству городской среды федеральной? Недавно здесь присутствовал Владимир Васильевич Быков, который рассказывал о том, как прошел большой съезд в Краснодаре, где представители различных регионов делились опытом, и он сказал, что дворы наши, началась реконструкция дворов, они активно реконструируются, все вроде неплохо. Ну, как бы, все бы вроде неплохо, но мы со стороны общероссийского народного фронта сейчас на данный момент активно, как говорится, включились в эту работу. Что вы видите? Мы видим плохую информативность, плохая информативность со стороны администрации для граждан. Почему? Потому что сначала аукционы разыграли, непонятно, кто зашел на эти аукционы, нет информации во дворах, даже просто грубо на А4 вы листочки распечатали и написали вот с такого-то по такого-то ваш конкурс выиграла такая-то организация, пожалуйста, вот телефончики их, обращайтесь, общайтесь с ними, разговаривайте, а получается как на сегодняшний день зашла организация, начинает ломать, начинает крушить и делать так, как у них должно быть согласно контракту, а люди говорят, а вот у нас по-другому во дворе-то было, вот мы здесь мы хотим другого, они говорят. мы хотим, вот здесь машина, например, у нас стояла, а вы здесь сейчас бортик поставите, и мы через, как, придется ломать ваш бортик новый, да, потому что нам некуда машину ставить, нет, не было по началу диалога, сейчас этот диалог, он начинает образовываться, начинает очень все просто, вот я был на одном собрании по адресу Карломаса 138 в самом начале, когда вот такая же подрядная организация зашла на этот двор, и просто-напросто пришли работники, начали выламывать все, что было старое, начали делать все, что было так, согласно схемы, бордюры выкладывать, вышел активист по дому и сказал, я вам сейчас тут устрою, ребята, вы какого тут делаете в моем дворе, вот у меня здесь машина, вот здесь у соседа машина стоит, вы тут загородили, там еще, 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 вот здесь у нас вода вот так сливается, надо вот сделать ответвление воды, чтобы она во двор к дому не подходила, здесь грунты поднятия, вот, это просто в прямом диалоге все идет, понятно, позвонили мне, мы выехали туда, на данный двор, и согласно с подрядчиком, с активными гражданами этого дома, ходили по двору и показывали, как лучше, где, как делать, и согласовывали, это все просто-напросто на бумажке поговорили, объяснили, люди... А что, это можно было сделать? Ведь подрядчик должен выполнить контракт таким, каким он его получил. Ну, он должен сделать, во-первых, таким, каким он получил, но при этом мнение граждан этого двора должно быть первое, очередное. В этой программе очень четко все прописано, да, мнение общества, которое проживет, вот мы же делаем не для того, чтобы по бумажке это все произошло, деньги отработали, и спасибо. Мы делаем это для людей на сегодняшний день, и программа, она для людей. Если человек, который проживает в этом дворе, ему это не нравится, что происходит, так это значит не для людей программа так. Зачем такие программы нужны-то на сегодняшний день? Как говорил Владимир Владимирович Путин, еще раз подчеркивал во время приезда в Кировскую область, что главная цель программы, а не просто вложить деньги в наши дворы и дороги, а заставить людей, или помочь людям чувствовать себя хозяевами, вовлечь их в этот процесс. и вот мы сейчас на сегодняшний день стараемся привлечь людей, чтобы они чувствовали себя хозяинами в данном положении, а не подрядчик чувствовал себя хозяином, и не администрация города, а что человек, который живет в этом дворе, он чувствовал себя хозяином. И вот те моменты, которые мы пытаемся сейчас максимально отрегулировать, берем на себя и общаемся, разговариваем, где-то там граждане сами помогают в каких-то моментах. Удается решать конфликтные ситуации? По крайней мере... Или что-то зависает? По крайней мере, по тем моментам, по которым приходили обращения от граждан, по тем дворам, где были какие-то недопонимания между администрацией, либо подрядная организация, да, они решены на сегодняшний день, да, и подрядчик без ущерба для себя, для своего бюджета выполняет эту работу, потому что это все можно пересогласовать совместно с гражданами. Где-то, может, бортик-то и стоять не надо, потому что он здесь, в априоте здесь стоять никогда и не будет, машина снесет. Вот вы говорите, Константин, вам звонят, в ОНФ звонят, там, не знаю, в общественную палату звонят, вы приезжаете и решаете, а где здесь, собственно говоря, место администрации? А вот где местная администрация, конечно, интересно, где они. Ну, наверное, в кабинете сидят, работают, выполняют свою государственную работу, за что получают заработную плату. Вот я просто так отвечу на данный вопрос, по той причине, что поначалу я ни до кого дозвониться просто не смог из администрации, никто мне пояснить не смог, а все-таки, что даже за организация выполняет данную работу? Сейчас, да, прошло там время, потому что это все происходило еще в начале августа, да, сейчас, спустя там две недели, конечно, есть ответственный специалист в каждом ТЭР-управлении, который знает каждый свой двор, где эти работы производятся. Плюс сейчас еще пару контрактов там должны разыграть в администрации, где-то вот, наверное, даже вчера, 9 августа должны были разыграть, да, определяется еще пару подрядчиков по дворам, по тем, которые по контрактам. Надеемся, что взаимодействие у администрации с ними и с гражданами этих дворов будет намного лучше. Мы сейчас прижаемся на короткую рекламу, через две минуты снова в этой студии особое мнение Константина Сичихина. Особое мнение на 101FM Да, это программа «Особое мнение». У микрофона сегодня работает Светлана Занько и свое особое мнение высказывает член регионального штаба ОНФ, руководитель рабочей группы по контролю за ремонтом дорог Константин Сичихин. До перерыва мы говорили о том, как реализуется программа по благоустройству городской среды. И, Константин, вы рассказывали о том, что коммуникации между властями городскими, мы говорим сейчас на примере города Кирова, и жителями, и, я так понимаю, подрядчиками, они нарушены. Они недостаточно эффективны, в связи с чем возникают конфликтные ситуации между жителями дворов, дворовых территорий, на которых сварилось такое счастье, как благоустройство, и подрядчиками. И в этот момент рядом, я так понимаю, нет администрации. Поначалу, да, вот когда первые звонки начали поступать, мы понимали, что информативность со стороны администрации, администрации просто итероуправления не могли объяснить, какой кто подрядчик, кто зашел на работу, и каким это образом. Я это сам... Какие вообще планы у вас, ребята? Что вы там делаете? Я сам на себе это, как говорится, прочувствовал, потому что так же спрашивал в администрации, звонил, и мне никто не мог объяснить, где взять телефон даже этой подрядной организации, которая стала работать хорошо, по стечению обстоятельств приехал мастер этой подрядной организации, стал расклеивать объявления на двери. По стечению обстоятельств? По стечению обстоятельств, да. После того, как ОКНФ уже подключилась. Да, ну, по стечению обстоятельств он приехал, стал расклеивать объявления на двери, что уберите машины, там будут производиться работы, и мы с ним познакомились, и тогда я узнал, кто за что за организация производит работы в этом дворе. Из-за этого на сегодняшний день Есть одна из инициатив, это все-таки пора подрядчикам или администрации после того, как контракт разыгрался, развешивать, как мы это делаем в рамках фонда капитального ремонта, таблички, просто несложно подготовить табличку, которая будет висеть во дворе, и там будет расписано, в какой срок контракт будет исполнен, кто подрядная организация, кто ответственные лица в администрации, ответственные лица со стороны подрядной организации. Это несложно сделать, это элементарные вещи, зато человек, бабушка, которая не сидит в интернете, которая не смотрит сайт администрации города Кирова, где не смотрит СМИ, где нет этих объявлений, она вышла из подъезда, увидела табличку, все прочитала, либо соседи ее прочитали, и она видит, когда, кто, где и какой момент будет выполнять эти работы. Вы это предложение внесли в администрацию? Вот это предложение у меня сейчас родилось, можно сказать, только в эфире с вами. Хорошо, но вы внесете это предложение? Да, конечно, будем вносить данное предложение, будем рекомендовать. Почему? Потому что информативность, она должна быть, пусть даже и в таком простом виде. И сейчас вот это же, откуда у меня эта мысль родилась, тут недавно был в Ленгасово на приемке автодороги улицы Консомольской, да, и на этапе, когда мы шли и смотрели, как качественно сделано, образовалось два было участка, просто не сделанных два участка дороги, ну, идет хороший асфальт, и раз там пять метров не сделано просто-напросто. Когда начинаем общаться с дирекцией дорожного хозяйства, они говорят по причине там этого, 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 да, ну, одна из причин одного участка, это был просто ручей, это ручей, который бьет возле, прямо возле дороги, вся вода скапливается на полотне, и асфальт нерационально там выкладываете, надо ручей уводить, делать водоотвод, и это требует отдельного технического задания. Но вопрос-то очень банальный, едет автомобилист, идет женщина, я ее спрашиваю, вот как вы считаете, хорошо, да, все хорошо, но вот почему этот участок не сделали, да, это опять вопрос в информативности, и мы такую же, вот там такое же мной и мной было сделано предложение для дирекции дорожного хозяйства поставить, просто табличку. Когда человек едет на машине, он видит, почему этот участок не сделал, не по причине, что там украли асфальт, либо недоделали, либо плохое техническое задание было, а по причине, ну, по причине этого ручейка, там будет все технически правильно расписано, и человек понимает, что, например, в следующем году, в 2018 этот участок будет доремонтирован, так как будет произведено отдельное техническое задание. Все расписано, и автомобилист, либо прохожий, он видит, и он меньше задает уже вопросов, и в социальных сетях, и просто своему соседу рассказывает, что вот, а почему такое происходит, потому что администрация, надо быть более открытым для граждан. Да, и быть постоянным в диалоге. Я здесь с вами совершенно согласна. Дорожного хозяйства многократно здесь, в этой студии, через другие СМИ, на различных совещаниях заявляла в прошлом году, что будут очень строго контролировать выполнение гарантийных обязательств, и вы об этом говорили здесь тоже, что главное контролировать гарантийные обязательства, вот город сейчас возьмется, но только после вмешательства прокуратуры Ленинского района, дирекции дорожного хозяйства, обязала подрядчиков устранить дефекты. Как так? Конечно, как говорят, предисловие не будем рассказывать всей этой ситуации, да. Ситуация очень банальная. Прокуратура — это надзорный орган, который выявляет нарушение, правильно? Она выявила нарушение, она сейчас дирекцию дорожного хозяйства за это накажет административно, предписанием, еще каким-то образом. Со стороны дирекции дорожного хозяйства мы со своей стороны тоже неоднократно учитывали, что плохой надзор идет их специалистов на сегодняшний день по гарантийным обязательствам, да. И это мы тоже неоднократно учитывали. Ну, если нас, как общественников, не слышат, хорошо, что сейчас услышат прокуратуру. То есть не слышите общественность, придет прокуратура? Да, но мы тоже, как говорится, мы не стоим на месте. Если не слышат общественников, мы это видим, то нам недолго обращаться в прокуратуру, и прокуратура будет уже со своей стороны давать предписание. Вот и все. Все элементарно. Взаимодействие с прокуратурой идет постоянно. Еще хочу небольшой комментарий от вас получить. Буквально на днях наши коллеги с портала «Город Киров» разместили очень любопытную публикацию, которая называется «К приезду Путина дом у Герценки не докрасили, а денег взяли с жителей». Я специально проходила сегодня мимо этого дома. Ну, собственно, материали, очень красочные фотографии. Там такой стоит дом постройки начала 2000-х, может быть, 90-х годов, на котором, видимо, облупилась штукатурка в нижней части дома. И ровно по росту кроны деревьев до вот этой зеленой полосы к приезду Владимира Владимировича Путина провели две ярких полосы краски. Фиолетовая, розовая и желтая. И вот где-то на начале окон такая покраска стены завершилась. А как говорят местные жители, деньги с них собирали на покраску. Как вам понравилась эта история? На что она похожа? Да, она банальная. У нас каждый чиновник пытается показать, что он такой замечательный. И какой-то, наверное, либо это чиновник, либо это управляющая компания, которая обслуживает этот дом, решила показать, что вот у них все замечательно. А получился такой ляп просто-напросто. Самое обидное, что если это правда, ситуация подтверждается, что это из средств граждан было это сделано, то, по моему мнению, они должны обратно с средств граждан вернуть за эти работы, да, и это все убрать, вот эту всю неразбериху, которая на данный момент в цветах радуги находится на доме. Ну, это некрасиво. Я сам смотрел эти фотографии. И просто-напросто в данной ситуации, там, не знаю, контролирующие органы, даже органы администрации, там, муниципалитета должны включиться и просто заставить либо управляющую компанию, либо ТСЖ, которая проявила такую активность, да, просто-напросто ликвидировать. Либо, правда, сделать весь дом, фасад здания, да, на сегодняшний день. Либо убрать то, что было сделано, потому что это смотрится некрасиво, во-первых. Во-вторых, очень как-то показательно, вот о чем сейчас и написано в статье-то, да. Таким образом, там тоже еще в конце написано, что стояли новые бачки, потом их увезли, поставили старые бачки, да. Мы имеем в виду мусорные контейнеры, которые меняли к приезду высоких гостей, а теперь обратно их увезли. Вот это тоже затрагивает всегда, да. Я не думаю, что Владимир Владимирович очень сильно обращал внимание на эти мусорные контейнеры. Новые они, старые стояли. Если уж поставили старые, так оставьте, ну, как, если поставили новые, так оставьте, гражданам, новые контейнеры. Но не надо этой показухи просто-напросто показывать, да. Ни к чему она хорошему никогда не приведет. И большая просьба от меня лично, вот тем людям, которые на сегодняшний день вот этой показательной работой занимались, верните бачки гражданам, поставьте им новые, да, и покрасьте обратно дом в тот цвет, который он был, а не в том цветах радуги, который он сейчас находится. А я со своей стороны, как общественник, постараюсь, конечно, взять ситуацию. Не то, что я не скажу, что на контроль, как бы, тут контролировать нечего в данной ситуации. Но посмотрим, насколько отреагирует администрация. Может быть, со своей стороны как-то по содействиям, чтобы это все вернули и сделали в прежнем вид, а не было вот этого. Потому что дом находится недалеко от офиса общероссийского народного фронта, да. Он рядышком. Посмотрим, а там видно будет, пообщаемся. Константин Сичихин, это его «Особое мнение» вы сегодня слушали. Я благодарю вас за эфир, Константин. Всего большого. Микрофон работала Светлана Занько. Всем хорошего дня. Спасибо. «Особое мнение» на 101FM